Здравствуйте! Новости на канале СКАД в студии Оксаны Шкаевой. И вот, что сегодня в нашем выпуске. Мы учитывали мнение муниципальных образований Хворостян, Безинчука. Перекраили границы. В областном парламенте дорабатывают схему одномандатных избирательных округов предстоящим выбором. Я учу себя трудиться, пахать. Всегда в форме областной турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка» назвал новые имена победителей. Самара приняла международное бойцовское шоу. Сборной России противостояла сборной Казахстана. В главном бою вечера самарец Рамистерегулов и француз Малик Мират. Самарские школы закрыли на карантин. Высокая динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ вызвала опасения областного Минздрава и Роспотребнадзора. Ведомство рекомендовали закрыть школы, чтобы остановить распространение болезни. Роспотребнадзор также настаивал на введении карантина в связи с тем, что в этом году разновидность гриппа очень тяжелая, заболевание протекает сложно. Вынужденные выходные для школьников продлятся с 1 по 6 февраля. Весенние каникулы в связи с этим сокращать не будут. Но полностью расслабиться ученикам не дадут. Домашние задания будут давать по интернету и проверять их исполнение. Напомню, что последний раз на карантин школы закрывали 5 лет назад, в феврале 2011 года. Сразу несколько продавцов алкоголя в Самаре вынуждены были прекратить свою работу в эти выходные. Полицейские вместе с активистами ночного контроля снова нашли в городе торговые точки, где продавался алкоголь неизвестного происхождения. Сначала проверку не прошел магазин на заводском шоссе. Стражи правопорядка выяснили, коммерсант торговал пенными напитками без регистрации в качестве предпринимателя. Теперь ему предстоит выплатить штраф от 500 до 2000 рублей. У него изъяли весь алкоголь. А в баре на проспекте Кирова у владельца не было лицензии на торговлю спиртными напитками, так же, как и сопроводительных документов. За совершение указанных правонарушений в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.1, а также частью 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, находящейся в незаконном обороте алкогольной продукции, изъятой из оборота. За совершение указанных правонарушений виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 14 до 20 тысяч рублей с конфискацией изъятой алкогольной продукции. Перекроили границы. В Губернской думе дорабатывают схему одномандатных избирательных округов к предстоящим выборам в областной парламент. Из нескольких проектов выбрали один. В него внесли необходимые правки. Зачем, выяснял Светлана Лескова. Заседание рабочей группы прошло быстро. И это вполне объяснимо. Большая работа проделана заранее. Задача стояла непростая. По закону для проведения выборов необходимо определиться с избирательным максимумом и минимумом. Чтобы остаться в законодательных рамках, и пришлось кроить территориальную карту избирательных округов. Мы учитывали мнение глав администрации городского округа Тольятти. Мы учитывали мнение муниципальных образований Хворостянки, Безинчука, городского округа Чапаевск. То есть подходили к этому вопросу достаточно продуманно. И действовали не в интересах депутатов, которые там будут баллотироваться, а в интересах населения, которые проживают на этой территории. Из нескольких вариантов депутаты выбрали один проект. Из 22 предложенных поправок приняли 17. Окончательно этот вопрос решится на заседании комитета по законодательству, а затем и областного парламента. Жители дома по улице Сергея Лозо, 19, никак не могут добиться от коммунальщиков решения проблемы, связанной с отоплением. Несколько лет люди вынуждены замерзать в собственных квартирах. Ответственно за сложившуюся ситуацию на себя брать никто не хочет. Подробности у Ли Егорова. Улица Сергея Лозо, 19. Даже когда на улице оттепель, температура воздуха в квартирах не дотягивает до необходимого по закону минимума. Максимальные значения, которые фиксировали жильцы за текущий отопительный сезон, плюс 16, плюс 17 градусов. Стояки и, соответственно, радиаторы. Назвать даже теплыми язык не поворачивается. Траты за электричество увеличились в несколько раз, но и с дополнительными средствами обогрева в квартирах не слишком комфортно. Сплю двумя одеялами, носки сельтянные, потом коленники, наколенники. У меня сахарный диабет. Пару недель назад дом посетили представители обслуживающей организации, которые нарушение температурного режима полностью подтвердили и составили акты. Однако после этого легче жильцам не стало. Ситуация пока никак не изменилась. И почему коммунальщики на протяжении нескольких отопительных сезонов никак не могут решить проблему, остается загадкой. Управляющая компания жалуется на СУТЭК, на поставщика теплоэнергии. СУТЭК в ответ жалуется на управляющую компанию. Они не могут поделить, решить, кто будет заниматься теплоузлом. А мы мерзнем. А проблема все в нем. По всей видимости, после консультации со специалистами, мы выяснили, что процентов на 90 проблема в элеваторном узле у нас. У нас не хватает просто перепада давления, чтобы проходила горячая вода. Жители уже написали и отправили жалобу на имя губернатора. На очереди – обращение в прокуратуру. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. Минута рекламы. Вот что далее вы увидите в нашем выпуске. Не пропустите. Самара приняла международное бойцовское шоу. Сборная России противостояла сборной Казахстана. В главном бою вечера – самарец Рамистерегулов и француз Малик Мират. Всегда в форме. В столице губернии прошли областные соревнования по художественной гимнастике «Зимняя сказка». Для региона эти состязания стали уже традицией. Они проходят уже девятый год подряд. В соревнованиях участвуют сильнейшие гимнастки региона и начинающие спортсменки. Силу красоты и иммиграции вместе с судьями оценила Светлана Лескова. Во всем блескивав все оружие, а главным оружием гимнастки всегда были гибкость, точность, артистизм. За легкостью и изяществом движений стоят большой ежедневный труд, усталость, боль, которые надо преодолевать. И сотни, а то и тысячи раз отработаны упражнения. В спорте везение на последнем месте, на первом – трудолюбие. И об этом знают даже начинающие. Я держу себя в форме за то, что я учу себя трудиться, пахать. Пахать – про каждую из них. Без исключения областные соревнования по художественной гимнастике «Зимняя сказка» проходят в столице региона уже на протяжении 9 лет. Здесь меряются силы красоты и грации гимнастки со всей губернии. В этом году даже угроза гриппа для спортсменок не помеха. Из заявленных без малого 200 участниц практически все выступили. Когда есть определенные данные, без них невозможно практически на высоком уровне заниматься. Ну и, конечно, трудолюбие, конечно же, родительское старание. Потому что это ежедневные тренировки, очень большая работа родителей. Поэтому родители плюс тренер, плюс гимнастка. Успех у нас достаточно хороший, мы продвинулись. И наше соревнование тому подтверждение. Самарские художницы стабильны и, главное, успешно представляют область на соревнованиях уровня Приволжского федерального округа и России. Говорю, что я уверена в себе, все получится. То, что у меня все отработано, я спокойная. Ты очень волнуешься перед соревнованиями? Да, не очень. И все же вот они, несколько секунд до выхода. Для большинства гимнасток самые трудные. Короткий миг нужны для того, чтобы собраться. Если сумел это сделать, то обеспечил себя высокими баллами. Ну, смотря, как ты настроишь себя морально. Если ты готов все, преодолевать трудности, чтобы достичь какой-то цели, то все будет легче, чем если ты будешь делать это не хотя, и тебя кто-то будет заставлять. В 2016-м зимняя сказка вновь назвала имена своих главных волшебниц. Сказка закончилась. Чтобы вновь повториться через год. Светлана Лиско, Удар Тарстегаев, СТВ. Самара приняла международное бойцовское шоу. Сборная России противостояла сборной Казахстана. Бои по правилам смешанных единоборств. Кроме того, ворская публика увидела два рейтинговых боя. Но апогеем вечера стал поединок самарца Рамиса Терегулова и француза Малик Амирада. Александр Семенов впечатлился. Спортивная Самара затаила дыхание. Такого уровня бойцовского шоу у нас еще не было. В начале вечера россияне противостояли Казахам. На телеканале СК-24 была прямая трансляция всего бойцовского шоу. Сразу отмечу, что гости привезли мега-состав. Однако и у наших парней коленки уж точно не тряслись. Несмотря на все регалии и достижения соперников, самая главная интрига была у тяжеловесов. Там бились наш 21-летний парень Артем Дужников и 37-летний представитель Казахстана Андрей Смирнов. Молодость против опыта. И этот поединок стал для многих настоящим откровением. Спортсмены показали великолепную и красочную дуэль. Артем Дужников оказался победителем. После выступления сборников рейтинговые бои в стартовом матче победил Андрей Аверин. Был расчет на борьбу с самого начала тебя, да? Честно, не хотел бороться. Хотел стойки поработать, показать красивый бой. Но получилось, как получилось. Я не стал борьбу, мне ничего не оставалось делать, только завершать матч. Федор Алексеев и Александр Фролов также выдали спортивный триллер. И развязка оказалась подстать. Всему поединку жесткий нокаут. Боем доволен, в шоке сам. Спасибо Роману Букрееву, тренеру моему. Помогал мне тренироваться. Третий рейтинговый бой выдался на загляденье. 40-летний Николай Дакин выстоял под градом ударов. Спортсмен продемонстрировал свою хорошую форму. Не так уж и легко далась над ним победа представителю Дагестана, 23-летнему Гаджимусе Газиеву. И вот он, апогей всего бойцовского вечера. В клетку входят француз Малик Мират, чемпион своей страны по ММА. И наш самарский парень Рамис Терегулов в начале боя представитель России чувствовал себя по-хозяйски. Казалось, что гость не выдержит такого напора. После третьего удара у Малика была напрочь отсушена нога. Образовался огромный синяк и гематома. Рамису оставалось только добить. И тут, сказалось, старая травма. Уже во втором раунде Волжанин не был на себя похож. Инициативу перехватил француз. Бой перешел в портер, где Мират обрушил на самарца целый град сильнейших ударов. Он словно не бил, а сваи вколачивал. И тут нужно отдать должное мужеству и характеру Рамиса Терегулова. Боец не сдался до конца. Поединок был остановлен только по решению судей. Хорошая организация. Отличный отель. Спасибо тебе, Рамис. Для Рамиса Терегулова это досадное поражение. Пока о конкретных шагах говорить рано, но не исключен реванш соперников. Александр Семенов, Николай Сидоров. В Снежном Вихре горнолыжный спуск на Красной Глинке стал местом притяжения самарцев, желающих попробовать свои силы на лыжах и сноубордах. Участвуют и профессионалы, и любители. С теми, кто впервые попробовал спуститься с высоты на скорости, пообщалась и наша съемочная группа. Горные лыжи и сноуборд это немного страшновато, но интересно. Молодая семья Алексей и Ольга Харольские в этом виде спорта новички, но проявляют упорство. Ольга в прошлый раз часто падала, но не отказалась от катания на доске по снегу. Сноуборд один на двоих. Сейчас очередь Алексея. Жена лично проверяет готовность и экипировку. Пока идет разминка на спуске попроще, перед настоящей высотой. Более-менее, я считаю, для третьего раза достаточно хорошо. Мы в этом году, этой зимой, первый раз встали на сноуборды. Мы сами самоучки, без инструкторов, по видеоурокам. Новичкам везет. Ольга выигрывала приз в одном из многочисленных конкурсов, который проводит радио «Энерджи Самара». Этот большой праздник для всех любителей активного отдыха «Энерджи ин зе маунтин» проходит уже в шестой раз. В этот день на Красной Глинке собралось около 6 тысяч человек. Мы привлекаем не только молодежь, но и людей старшего поколения, которые приезжают сюда со своими детьми, участвуют в конкурсах, слушают хорошую музыку, отдыхают по полной программе, занимаются активно спортом. Кроме того, сегодня здесь мы проводим кубок «Энерджи» по скоростному спуску среди любителей. Горные лыжи и сноуборд – виды спорта, сопряженные с опасностью. Поэтому необходимо хорошо разминаться, соблюдать правила и приступать к сложным спускам только тогда, когда будешь полностью уверен в своей подготовке. Соблюдая эти условия, можно получить огромное удовольствие от катания. Максим Остриков, Валерий Швец, СТВ. Прогрессивные методики лучевой диагностики на оборудовании МРТ и КТ. Их специалистам Самарского медицинского лучевого центра помогли освоить ученые столичных учреждений Минздрава. Подобный курс особенно актуален на фоне повышенной онкозаболеваемости. При ранней диагностике заболеваний раковых определенные контрасты помогают намного раньше визуализировать данные заболевания. Врачи, получившие новые знания, они смогут более точно диагностировать. А значит, пациенты МЛЦ получат своевременное и более точное лечение.